Приветствую вас, друзья и недругие. Знаете, не только Чулпан Хаматова ищет способы вернуться в Россию, вернее, не сколько в России, сколько порядок российским заработкам. Йосиф Архельгаус тоже то там, то сям пытается всплыть. Знаете, к сожалению, я не могу плавить своих собеседников, вернее, собеседниц в проекте «Права-24» давнишнем, которые рассказывали мне про Архельгаус удивительные вещи, впрочем, неудивительные. Он сам, кстати, достаточно много рассказал. Мне попала здесь работа телекрам-канала «Швейцарский ватник» «Суис ватник». Это просто собранное высказывание режиссера, любимца наших властей. Насладитесь. Я часто бываю в Одессе. Это мой родной город, и там у меня на кладбище дедушка и бабушка. Я там родился, прожил там всю юность. И все, что я слышу здесь, все рассказы и байки, и придумки об Одессе, включая всю теперь сформированную байку про Дом профсоюзов, это на самом деле чудовищная трагедия, жуткая, но это двухсторонняя гражданская трагедия, поэтому ее три года не могут разобрать, не могут понять, кто прав, кто виноват. К огромнейшему сожалению, такова ситуация, что все правы и все виноваты. Они там друг друга сожгли, а не русских и украинцев, как рассказывают украинцы, и не украинцы русских, как рассказываем мы. В этом вся трагедия. А мы придумали там, что некий Гончаренко кого-то фотографирует. Чушь собачья. Я знаю этого Гончаренко очень хорошо. Знаю этот Дом профсоюзов. Я там родился рядом и детство все провел. И знаю, что там произошло, даже по именам и по фамилиям. Знаю студентов университета, которые там погибли. И знаю наемных людей, у которых находили паспорта с пропиской в непризнанной, извините, Приднестровской республике. Все там понятно, кто, откуда, кого. Там схлестнулись. И когда нам рассказывают, что в Одессе ходят с автоматами, взрываются гранаты, Я на это скажу, ложь, абсолютная ложь. Там есть правый сектор. Но в этом году мы провели по приглашению мэра гастроли в Одессе, Которые прошли при переполненных залах, с перепродажей билетов спекулянтами, Потому что билетов не хватало. С моим огромным вечером в Зеленом театре на берегу Черного моря у памятника неизвестному матросу, Единственного в мире, где, извините, все равно продолжается там некая вахта и горит вечный огонь. И все наши рассказы про издевательство над советскими памятниками. Ложь, ложь и ложь. Ничего не было за 10 дней гастроли. Мало того, когда я спросил наших продюсеров перед своим огромным вечером в этом зеленом театре, Там на полторы тысячи мест, открытом, Я говорю, а не появятся правые силы, не будет какой-нибудь провокации? На что мне с известной одесской иронией и с одесским акцентом сказали, Что такое, а вы их приглашали? Я говорю, в каком смысле приглашали? Не, если вы их не приглашали, и мы их не приглашали, они не придут. Они приходят на съемки за деньги. И действительно никого не было. Это смешно, это абсолютно никого близко. Какие там дымовые шашки, ложь, чушь. Я, прежде чем процитировать одно из ваших интервью, хочу спросить. Вы ведь еще пробовали учиться и на журналистов, на журфаке Ленинградского университета. Ну, это я не столько учился, сколько руководил студенческим театром. Вы вообще, в принципе, как к журналистским цехам? Вы считаете, вы ладите? У вас есть претензии к журналистам? Претензии у меня только одни. Я как-то в последнее время стал много участвовать во всяких политических шоу, хотя я совершенно никакой не политик. Но у меня есть, естественно, взгляды, понимание той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, и в которой находится наша культура, и в которой находится наша экономика. Я вижу, понимаю, опять же, может быть, я не прав, но тем не менее, я готов свою точку зрения мотивировать и вступать в диалог. Но, что касается журналистов, то, к огромнейшему сожалению, большое количество журналистов превратились из профессиональных журналистов, таких профессиональных, ну не знаю, пропагандистов и агитаторов. Что неверное, неинтересно. То есть они не хотят знать истины, они заведомо под влиянием, не знаю, редактора, продюсера, они заведомо понимают, в какую точку зрения они проталкивают, и их невозможно, да и не нужно сбивать с этой точки зрения. Ну, знаете, вы сами открыли эту дверь, я вот не могу не поговорить насчет агитпропа, пропаганды и агитации. Смотрите, допустим, вы не раз говорили, что гордитесь своим родителям, который расписался на Рейстаге, который... Да, очень горжусь своим дорогим отцом. Хорошо, с другой стороны, смотрите, давайте мы будем читать там киевские СМИ. Ваши родители, так же, как и мой, и как все поколения, это оккупанты, это насильники, пришли в Германию исключительно для того, чтобы изнасиловать 2 миллиона немок. Полная ерунда. Ну как? Это же пишут киевские СМИ? Нет, это кто-то пишет, так же, как и мы, так же, как и мы, сегодня всю Украину и весь украинский народ называем правым сектором, фашистами. Кто? Кто называет весь Украинский... Первый канал, второй канал, третий канал, вам фамилия назвать? Давайте прекратим об этом говорить. Я в этом участвую сам. Я люблю Украину, я на ней родился. Я Россию, мне не надо признаваться в своей родине. Вы одессит, поэтому давайте все-таки Украина. Так это что будет? Не Украина, не Россия? Одесса, Украина, ну, в общем... Вы сейчас повторяете Саакашвили, он в своей тронной речи, когда в Одессе его представили губернатор, он сказал, Одесса, не Украина, не Россия, это центр мировой культуры. Ну, во всяком случае, вы не знаете, как насчет вторую часть? В первой части он абсолютно прав. Я скажу вам, что я знаю огромное количество сегодня, сейчас замечательных украинских, ну, в основном это деятели культуры, литературы, и знаю такое же количество российских, даже большее, которые, к счастью, не участвуют в этой чудовищной катастрофе, которая постигла наши страны. Поэтому я бы не хотел сегодня вообще об этом говорить, потому что это беда огромная, и наше с вами дело, эту беду как можно, как можно больше вот успокоить, как можно быстрее вернуться к тем действительно истинным, великим корням, наши народы соединяющие, наши народы, как знаю, понимающие друг друга. Вы про какие народы сейчас говорите? Я про народы России и Украины, потому что я считаю... Это не один народ, вы считаете? Давайте назовем один народ. Нет, почему? Может быть и один, ну, это как трактовать. Но, тем не менее, один, я с вами соглашусь, вот соглашусь. Нет, а я спросил, я ничего не отрежал, поэтому со мной согласиться. А если вы спросили, ну, не совсем один. Конечно, там вот эта Галчина, там Львович, это все-таки та сторона, а Донбасс это эта сторона, а центр Украины, там Полтава это центр, тем не менее, я-то считаю, что вообще мир это один народ, мир один народ. Я считаю, что то, что мы сегодня стали, извините, ну, вот большим-большим забором отгораживаться от мира, для нас это беда и неправильно. Я знаю, мир на нас... Да все-все-все-все, мир не прав. Правы мы, мир не прав. Это я согласен тоже с вами и в этом. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва24.